короче много вещей попродавала таких крупных ну много мелких вообще и когда-то даже практиковала отдам даром но это не оправдало ну то есть люди даже за доставку мне не заплатили ну я просто настолько не парилась тем что думаю ну как это человек все равно там каких-то 15 гривен пришлет ну я говорю пришлете мне на телефон я вам сейчас отправлю отправила этом что-то босоножки она не прислала меня на телефон ничего на ней на ее совести никому от того особо не хуже кому-то было радостно наверное за то что обманул она потом а наш потеряла 100 крат я вообще сразу говорю что кто обманывает сразу потом теряет 100 а той больше 1000 можно смотря как кому и также кто желает кто желает мне то допустим я сразу я себе просто так памяти все время мыслях держу потому что есть люди которые ну ну как бы не сильно приятно им на меня смотреть и они могут мне что-то желать то я себе сразу говорю ну это неприятно ощущать и я верю что тот кто мне что желает пускай получит миллион раз больше просто все и сразу это чисто для меня мне спокойно сразу ну я не переживаю ни за что я потому что я знаю что что человек не желает то получает миллион раз плюс-минус короче и что еще продавала ну когда чернигове жила накупила мебели то я конечно переживала шок диван продать мама продала его слава богу потому что он не подходил для дома она была с мягкой ткани эта ткань и впитывала запах и все ну через время и если бы он был у нее стоял он через время просто от сыра там могло что-то завестись но вообще не он не этой она продала я была довольна очень массажный стол я продала надувную лодку я продала обогреватель продала когда вот перед самой польши перед этим тоже обогреватель был тоже его продала подруги правда в донецк купила не знаю надеюсь пользуется хороший был огромный он нагревал комнату 20 квадратов моментально такой огромный был потом много-много всяких вещей а потом продала шо свой бизнес мне очень повезло когда отсылка сетчатки было операцию делать но после этого после операции я потом достала все продавать бы я уже в не занималась этим бизнесом не продала принтер на навесеньки только взяла его но я собиралась дальше работать но так получилось и хорошо продала карнавальные костюмы два раза продавала первый раз за собрала коллекцию за три года такую и продала помню за три тысячи лишу второй раз было поменьше и тоже тешево продала но факт не в том что я выручила или я чуть-чуть может выручила но я она у меня не пропала но если кто скажет там типа зачем заниматься если она не принесет это но от был порыв был порыв как вот это вот был порыв явно садила помидор прошел порыв все земля все повыедала вазоны пока стоят ждут своего часа может с весны начнут люди покупать вот был порыв и делаешь потому что же вся жизнь из порывов таких творческих и какой-то порыв что-то хочется надо это делать а не думать это не будет выгодно не не буду и так можно всю жизнь просидеть ничего не делать короче потом еще игрушки эти все с магазином с полками вместе без демонтажа продала помню за три копейки зато хорошо потому что демонтаж бы мне стоил очень много не но я могла бы конечно я мне был вариант либо оставить вообще их просто оставить они сами демонтировали забрали либо я выторговала помню 500 гривен за полки за которая когда я устанавливала я отдала 4 500 но три года они прослужили мне можно сказать уже за три года конечно они окупились и принципе ничего и тот человек что купил это был мой поставщик игрушек он туда заехал как бы пол побыл полгода увидел что там нету движухи сильной торговли и ушел оттуда она уж замер замерло все потому что что там не пришло потому что короче не было меня не было моей энергии и этот магазинчик замер просто потому что все держалась на моей энергии я его держала но это я сейчас понимаю осознаю он держался на моей энергии на моем энтузиазме и люди шеи больше из-за меня чем из-за товара наверное так я так себе думаю потому что покупали у меня ну я просто неграмотно вела я во первых большие цены ставила и я сразу начало неправильно я сразу закупила много крупных игрушек а надо было закупить кучу мелких я бы их прогнала всякой дребедень там по 10 по 20 гривен чтобы она прогналась все и я бы это так у меня залежало много здоровых игрушек они мне некоторые даже до конца были я их помню дарила там крестнику и короче продавала дешево и ну как могла в конце все опыта вот так вот пришел поставщик калькулятором все сам посчитал за сколько бы он взял это и я просто без это я была с перемотанным глазом не было все равно также у меня еще была косметика фаберлик нет или это не помню в общем все 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 продала много мне кума помогла много она у меня забрала там такие полки что я поставила ну в общем так это крупная была такая продаж распродажа всего и и потом все потом я уехала в скадовск и жила там четыре три месяца ну короче май в одиннадцатом а я помню приехал сразу пошла залезла в воду посылать в мая одиннадцатого мая но была погода прохладно у меня после операции мне как агония было меня жарко мне не такое состояние я вообще но у меня четко простраивались мысли что надо делать чтобы себе помочь и вот это мысли четко простроились шоу планы все наработались создались все планы шоу я все распродала тем временем я искала квартиру скадовский удаленно я ее удаленно нашла договорилась хозяином что я приеду центре я жила от моря недалеко и я каждый день ходила на море каждый день неважно что я все равно каждый день мне не было ни лени ничего вот я ходила мне было тяжелое состояние у меня было внутри тяжесть сейчас я толще тяжелее веса но у меня легкость внутри а тогда мне было как мне казалось я тогда была очень толстой грузной и мне такая тяжесть была я помню всегда как задышка это все от лекарств это ну а то операции я думаю мочу от стресса но я одиннадцатого мая залезла в воду или ну на бережку легла вот так вот на дно руки расставлены там потом выскочила ну прохладно все-таки люди курточка ходили вообще-то по берегу те которые берег очищали и нифига я не заболела но не было тогда ни воспаления ничего ну то есть насколько организм сам знает что ему надо ну я так думаю а потом ходила каждый день загорать уже с мая и май июнь июль и в августе я умотала вы листу короче меня вообще тормоза отключились не было как-то я решила буду все делать что мне поддает подносит судьба ну как бы не то что судьба все же мысли это не судьба все же мысли нашептают я буду все делать и она начала так себя спокойно чувствовать и идти по мыслям как они мне вели ну потому что сейчас допустим не мысли бываешь он ну я контролирую их я так не иду прям за мыслями за тем что он они мне говорят ну есть здравый рассудок а есть мысли которые и не но не здравый поэтому я контролирую себя иду за рассудком сейчас так что ты же посмотри там подруга пишет мне ну короче вот такие дела так что кстати я думала ничего не снимать они не выложат думаю не хочу а потом думаю сейчас люди сидят ждут ну не сидят же конечно ну так под поглядую думаю час что-то выйдет а сейчас хопа ничего не выйдет они когда шло за фигня потому что 500 человек все равно просматривает так 500 600 800 там тысячонка короче говорить о воспоминаниях я могу бесконечно короче хочу покраситься уже весной я уже говорила сто миллионов раз хочу отрастить волосы длинные покраситься потом белый и наверх розовый наверно хочу длинный волос хотя мне говорят что тебе хорошо с короткими но я не хочу мне некомфортно с короткими если на чувствую толстой белкой с короткими я знаю что она может красиво хорошо но важно как я себя ощущаю еще к тому же хочется в волосах спрятаться с короткой стрижка не негде спрятаться лысо белка и толстая такое ощущение у меня когда короткая стрижка хотя когда длинные волосы тоже худе не худея не становишься ну я сегодня взвесилась кстати что то 99 100 или 200 что-то такое утро ну хлеб не ем картошку не ем квасоли ем другое что им посмотрим на улице пасмурно хочу сейчас пойти прогуляться свои сапоги выглядят новые может кофе выпить потому что я пью кофе но это уже не кофе оно выдохлось в открытой коробке это просто напиток какой-то тогда я опять кофе надо же сапожки выгулять новые полях летают на великах как кони меня уже цепляли не не сейчас правда раньше когда с бедренки шла вообще без башен и еще цепляет ту сторону где у меня глаз не видит я что и стороной не вижу нету чувства безопасности ну вы поняли короче вот такая красота тут редута калинска уже кто-то одно очистил можно посидеть вот так сяду на пенек съем пирожок